Кадырев, ты бачил? Нет, на линии развлечения не видел, в Донецке много. И шо он как? Это тикток войска, их все воспринимают как тикток войска. Красивые, нарядные, бородатые вот такие вот, в барбершопы видать ходят. Ну они как будто вот только с салона выходят, их отмыли, открасили, натушевали и вот ходят. Грудь колесом, все без автоматов, вроде гражданский город. Никогда свою палку не забудет стрелялку. Все знают, что они просто и кавычки, ну а кто что сделает? Там приходят все такие наряженные там, и у них эти автоматы там с прицелами, с глушителями, там очки, наушники, там супер эти каски. Ну короче, такие крутые. А бегут быстрее, сука, всех. Я не видел их, и ребята с которыми я служил, их тоже не видели. Зато в тиктоке они все обвешанные, какие-то там территории, которые уже давным-давно были захвачены. Взять, у меня бабушка жила в Волновасском районе, это село Новогнадьевка. Вот я как-то после первой зарплаты поехал проведать ее, потому что больше десяти лет ее не видел. Ну и остановился машину, окно приоткрыл, я говорю, кто такие они? Ахмат. Так а что вы тут делаете? Эта территория уже давным-давно, она уже полгода, как уже под ДНР, что вы тут делаете? Ну вот, в общем, них никто не верит. Для нас, для всех, ну вот, мы всех, точнее, воспринимаем их как тикток войска всего лишь на все. Сейчас мы вам покажем, сейчас мы вам покажем. Что ты, ***, покажешь, ***, узнаешь. Такое же, из такого же мяса, как и я. Ты смотришь это видео, где они там в пятнадцатером в какую-то дырку забора лезут и стреляют в воздух, ну это смешно. Только люди, которые были там, понимают, как оно вообще на самом деле происходит. Была такая фигня, что один там после полигона они только приехали на позиции, что эти. Там типа, о, там мы там на передок, скоро пойдем. Я говорю, ну удачи, минометом вас перехреначат, говорит, да хрена вы самоуверенные. Я говорю, что бред, говорю, умели теорет, это все понты просто. А он не был еще, он не понимал, что это не так легко, как в фильмах там или что-то там. Ну и потом, когда они сходили на передок и вернулись обратно на вот эти, как наши, так скажем, тыльные позиции. Вот этот пацанчик же, он выжил. И говорит, ну да, говорит, я даже не понял, зачем, говорит, ну пулемет взяли, говорит. Товарищи рассказывали мне, вот копают они окопы, а в тридцати метрах от них сзади копают кадыровцы окопы. Спрашиваю, для чего? Чтобы вы не побежали назад. Если вы побежите, у нас приказ вас трехсотить. Он ему вопрос задал, может тебе проще со мной в окоп сесть? Потому что тридцать метров это не расстояние, то есть если меня убьют, то тут же придут убивать тебя. Это не километр, не полтора, когда ты успеешь смыться. Он сказал, нет, мы так не хотим, мы так не желаем. Говорят, иди, и перезаряжают автоматы. Начинается минометный обстрел, а они текают. Ну я когда дома был, да, я уже знал, что это тикток войска. А нет, видел, вру, видел. Где я их видел? В Волновахе. Когда мы ездили туда в магазин, закупаться продуктами, видел. Ходят, б***ь. Все в чме в этой, да, чистенькие, б***ь, ходят, б***ь. Ну смешно, конечно, смотреть со стороны, да. Ну когда вот, да, вот там, для гражданского, да, думают, о, б***ь, воин ислама какой, б***ь. А для нас военных, ну, мы их не видели. Ну я вот только видел вот там. А где они вообще базировались, я фиг на. Другой, все в чистеньком. Ну и как там тоже говорят, что они специально там русских набирают. Русские типа вперед идут, а они потом сзади только видят, снимают, что типа это они все делают. Зачистки, говнистки. Они сидя на задней линии все. Никто на передке не бывает. То же самое, как вот я был в Лисичанске, мы ездили получать карточки на зарплату. Нам раньше выдавали наличку на руки, а сейчас карточки. Подавали карточки, но карточку у меня забрал, и военный забрал, командир ротный. Забрал, потому что бабки. И мы были в Лисичанске, и видели много, кто стоит, но большинство, в основном, все стоят на блокпостах россияне. Тоже все в тылу. Я ходил в магазин на заправку. Вот, шел с магазина, они как раз по Ильича ехали на двух джипах, и один открылся в окно, он вот тут в очередь. Ну, может, день рождения у него, может, или еще что-то. Может, они так отмечают. Может, они думают, что кто-то в это верит, и кто-то боится этого. Ну, давно уже люди все поняли, что... Обычные граждане Донецка, Макеевки, вот смотря ролики уже там в том же ТикТоке, уже просто пролистывают это видео, оно уже неинтересно. Потому что все понимают, что ролики постановочные. Если честно, мы с ними так не общались. Ну, привет, привет, здоров, здоров, все. Один раз они подходили, мы на глазах стояли, подходили так, нам, короче, долаживать каждый час вашу обстановку, что все тихо или нет. Так я говорю, причем мы к вам. Если мы казачья полка, вы Ахмат. Я не понял, когда я с ним разговариваю, чтобы вы долаживали. Ну и все, ходили пацаны, долаживали каждый час им обстановку. Почему так? Не знаю. Потому что их только войска, жить хотят. Ну что же, ну получается, они же как наемники, деньги зарабатывают, а жить-то каждый хочет. Потому что сегодня умрешь, завтра ведь не воскреснешь. У них есть власть и влияние. Это на ютубе как-то был ролик Ходоковского, это бывший комбат батальона «Восток» такой был. Он как-то при Мариуполе еще говорил, что зачем вы мне этих чеченцев прислали, они ничего не умеют. Они вот заехали на первую линию обороны на КамАЗах, а теперь мне надо слать туда своих бойцов, чтобы их вытащить. Это будут потери. И хлоп там две недели, и уже стоит этот Ахмат, стоит этот Ходоковский, и он извиняется перед ним, говорит, что извини, меня-то не так поняли, ребята хорошие, подготовленные, ну и все такое. Поэтому, я думаю, только деньги и влияние у них есть. Что они просто панторезы и все. Что можно и ничего. Обидно, конечно, но у них как бы и условия. Все равно, я говорю, что у них плохие, но как бы получше, чем у нас намного. Все равно, я жарю и ротации, и у них, и вот у нас, допустим, в нашем вот отряде, вот и раненый парень был, мы его выносили. Ему два осколка таких крупных в спину прилетело. В пятку три раз дробило, по-моему, там немножко. И в плечо один. И, ну, его отвезли, ну вот мы его эвакуировали, его отвезли на Медроту. Его вернули в тот же вечер. Помазали бетадином и все. Даже осколки не достали. Сказали, иди воюй, ты нормально. А у них, ну, у них такого нету. Даже, говорю, у нас с нами стояли ахматы. Бывало такое, что они даже ни одного прилета возле себя не видели. А потом мы слышим, что он там списался, типа сказал, контузия там такое. Типа, ну, и верят их, ну, забирают, списывают. А у нас фиг спишься, фиг куда денешься. Я вот тоже, когда лежал с контузией первый раз в сентябре ко мне такое отношение в больницах. Типа, о, типа, он не хочет воевать. Типа, ну, а мне действительно плохо, что я поделаю. От них люди только жалуются. Что они приезжают, чисто тачку отжать там, блядь. Телок по***ть. У них же там этого нельзя. Такое. И на в***нах все катаются, вояки. А что они грабовали? Вот что они точно выносили? Что они что-то? Выносили. Ну, крайне. Мородеры. Ну, мародеры или все, мужики. Все-все. Они вот это там, то и ложки там, ну, в основном вот это там золото сколько было. Серебро, золото, вот эти украшения. Все тянули. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...